девочки здравствуйте сегодня видите в кадре я не за своим столом сегодня я вам расскажу про гелевые типсы я вообще не планировала снимать такое видео но мне написала подписчица на днях что катя а как вы снимаете гелевые типсы но я написала что я срезаю ну длину саму срезаю и спиливаю твердосплавной фрезой потом думаю нет надо все-таки снять наверно показать потому что как их наращивать миллиард видео на ютюбе то что они очень легко делаются а вот как их снимать видео практически нет я сама искала купила жидкость для отмачивания думаю нарастить то я наращу а как я буду их снимать они конечно вообще никакие не гелевые так просто называют а вот я перепробовала разные и дешевые и дорогие и с разных сайтов но в итоге сейчас я я их уже давно делаю с осенью я не помню уже ли сентября или с октября вообще я какие только не перепробовала и базы разные и типсы разные сейчас мне очень нравятся вот эти типсы с алиэкспресс вот эта фирма я сначала на пробу взяла маленький наборчик думаю если мне подойдет форма они мне подошли и я сейчас вот заказала уже большой набор у меня форма эти самые балерина но китайцы а где мой телефон куда телефон дела у китайцев он называется кофе вот сейчас вам покажу фирма вообще офигенская то есть там вы можете все возможны ой все возможные до формы стилета кофе на овал квадрат миндаль да вот они но что мне у них понравилось у них есть у меня сейчас максимальная длина я сейчас нарастила у меня уже две недели хожу их них можно было еще принципе где 10 походить но я хочу другой дизайн сделать и сегодня буду их спиливать и хочу чуть-чуть все-таки покороче тяжело с такие с такой максимальной длиной ходить но если вы хотите видеть вот так вот выглядит максимальная длина эльки да это они у меня отросли две недели ногтям две недели что у них классно у них есть у этого продавца они специализируются на вот этих гелевых типсов у них есть размер м я их тоже наращивала раза три размер м размер с не просто размер с есть еще между с и м это с м вот например смотрите размер с м вот с м овал вот у него максимальный ноготь два сантиметра есть с к девочки это вообще бомба вот есть с к и есть xs такой общение где увидела вот такие маленькие вы посмотрите это нулевой то есть могут женщины даже вот так вот нарастить посмотрите вот так минимально да есть какие-то некрасивые там ли слабые ногти то есть можно взять совсем коротенький то есть это потрясающий магазин я ссылки оставлю зайдите посмотрите я в шоке рада что я его нашла значит что я делаю девушка меня спросил как я их спиливаю я их сначала все просто срезаю мы начнем видео не с наращивания а как их снять я просто так вот беру и вот так вот все видите какие симпатичные ноготочки вот такой гильотины кстати и свое время заказан на алиэкспресс и вот вот основную длину я сейчас все тут у меня сейчас стразы я не могу вам показать вот так я сейчас и все от они очень легко отрезаются смотрите вот все сейчас я сразу стразы я вот такими щипцами я не знаю у кого какие проблемы со стразами я их вечно еле снимаю потом все все вот я сейчас отрезал я всегда каждый раз их полностью снимаю когда у меня было на верхней форме наращивание я их просто снимала покрытие и потом да как бы коррекцию делала заново сейчас вот абсолютно не у меня коротенький да здесь а тоже сейчас все отпилю и я беру вот у меня вот такие хорошие фрезы которые мощные твердосплавные вот этой можно да как бы по краям снять пройтись чтобы не поцарапать даже кожу потому что таким ну и так потом все спиливано идет такой вот стружкой она стружкой отпиливается и я снимаю абсолютно все покрытие и потом на чистые ноготочки я вам покажу как я сейчас быстренько сделаю точно все удобно очень все достаточно быстро и легко подходит практически все базы ну как бы считается каучуковая должна быть там и как бы есть специальные клеи для типсов я пробовала клей от boron pretty держит намертво но им он он очень липу у нас так тянется а вот вот у этой фирмы тоже есть клей для типсов я думаю что это точно то же самое как у boron pretty то есть там вообще супер клей мои подруги вообще ничего не то есть еще от ногти зависит нам у меня держится на всем на всех базах и специально у меня есть база для типсов мои подруги вообще я даже гель-лак не держится он у нее на следующий день даже может к вечеру уже весь облезть на все такие ногти вот и даже она нашла базу которая специально для типс который у нее держит ногти поэтому я вам тоже ее покажу сначала мы все они сначала я все-таки возьму так как у меня сейчас ну я мало с ними походила что две недели это мало для таких ногтей принципе надо 3 ходить недели твердосплавненькая вот это уж хорошая надо 3 недели ходить потому что ну ради двух недель конечно рановато я снимаю ну так мне нужно так сейчас я включу вот я основное вот покрытие здесь спилила мне так просто удобнее вы делаете к я я не профессионал я любитель стемпинга вот смотрите легко очень спиливается вообще никаких проблем просто он идет такой стружкой он никак на верхней формы спиливается у у него немножко другая у этого лака ой в этих типс другая текстура они пластиковые понятное дело то есть вот наверно в камере не будет видно да но здесь прям какой как бы стружечка он спиливается аккуратненько просто я спиливаю весь ноготок так девочки я уже за своим столом все ногти спилила у меня вот мои заготовочки так как я уже знаю свои номера потому что уже наращивала это этими набором именно этим размером и именно этой фирмы потому что они в общем-то все похожи но у них может быть разный шаг ширины в длину они почти все одинаковые размер L но мне вот подошел шаг вот в некоторых если вам не подошла ширина ищите нужную вам форму просто других фирм бывает что ширина и большого пальца и мизинца другая вот эти мне подошли идеально и вот я уже сразу выписала мизинец у меня 11 безымянный пятерка средний четверка указательный шестерка и большой единица у меня были наборы где большой я использовала нулю нулевой размер но в это именно в этом наборе мне подошла единица я вам советую как все то что я все советую то есть вы должны выбирать прям идеально вам размер и идеально тут не нужно оставлять место как когда вы делаете на верхние формы то здесь должно быть прям идеально ваш размер 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 должны сделать место не оставлять здесь никакого геля не будет как верно верхних форм то что верхних формах надо чуть-чуть побольше чтобы было типса сейчас у меня видите немножко здесь матовый то что я подрезала я не хочу всю длину делать я вот так вот типсорезом кто-то на руках подрезает нужный размер кто-то наращивает а потом вот так вот на ногтях обрезает я заранее вот так вот их обрезала чуть-чуть до половина цифры можете больше как вам надо вообще эту форму балерина берут из нее делают можно что углу любую форму принципе сделать самим выпилить я как бы вот чуть-чуть обрезаю они потом уже на руках вы они прекрасно пилятся потом если вам нужно будет вы ее подпилить и подровняете видите здесь осталась цифра и и видно она легко снимается вот такими мягкими фрезами полировочными ли вот такой вот я такой такой снимала просто подпиливаете вот здесь вот и все и она исчезнет ваша циферка эти типс они ведь уже матовый они готовы для того чтобы их уже ими клеить в том смысле работать но я все равно ведь я все я подрезала и вот она уже готова нужным не размера можно на руках это делать это вообще как вам нравится так что еще я всегда промазываю их все несмотря на то что они у меня уже сейчас я уберу лишний из кадра не смотря на то что они уже матовые да я все равно как бы вы их в ацетоновой жидкости но моей жидкостью для снятия лака я вот здесь все равно прохожусь и она еще больше растворяет эту гелевую типсу не только обезжиривает ее да там а именно еще больше подрастворяет и она будет такая мутненькая и она становится более эластичной принимает форму вот ну в общем я вот так вот делаю кто-то промакивает этим самым тип ультрабондом но нет это лучше больше не нравится кто-то заранее вот здесь подпиливать пилочкой чтобы истончить до вот это место чтобы потом не спиливать ступеньку я вначале спиливала ступеньку я делала отступ где-то пол миллиметра как это делает в принципе большинство и потом спиливала на ногтях эту ступеньку вот эти она прям мягко-мягко становится она и так мягко но смотрела я одну блогером девушку женщину мастер она кстати маникюра она сама себе делает она говорит что она стык стык делает ногу я подруги сказала груз слушай сима на что-то стык стык делает нка понятно потом моя сима как-то сделал стык стыгр это нормально они такие тоненькие говорит классно смотрится то есть я одета пару раз делала с отступом спиливала ступеньку или вот такой фрезой керамической потом на алиэкспрессе купила вот это очень хорошая фреза очень хорошо могу ссылку кстати если еще осталось дать она очень хорошо спиливает тоже ступеньку но сейчас я не заморачиваюсь я же не мастер по маникюру я клиентам ничего не делаю мне понравится думаю тоже один раз стык сделаю прям без отступа и нормально нормально тут потому что они такие тонкие вот здесь настолько тонкие что ничего не видно но кто-то отступает и промазывает расстояние вот это базой но так же потом подпиливать ну чтобы ровный слой был кто-то заливает базы подпиливает кто-то не заливает просто подпиливает все равно потом на типсу вы наносите еще базу обязательно перед нанесением цветного покрытия вот смотрите у меня вот это вот база я вам обещала показать который держится у всех это перис нейл баз фо типс она специально создана для типс у них кстати свои типсы тоже есть она очень густая то есть мне в первый раз тяжело было с ней сейчас я уже как-то к ней привыкла чем гуще база тем меньше у вас пузырей но не пугайтесь пузырей даже если то что вы проспять пока не сделаете у вас не будет все прям идеально если у вас будет пузырик ничего страшного это не на верхних вот на для верхних форм очень важно вы снимите у вас там дырка до пузырь здесь это никак вообще не повлияет на носку этих типсов если у вас будет пузырик ничего страшного и надо бежать и спиливать эти ногти вот другая у меня база пенби скотч баз я и на нее тоже делала это просто обычная база она по-моему каучуковая какая-то ночью она называется скотч база на известную пенби я делала и на базу у на все у меня держалась я делала на гель борнприте он сложнее им работать но он просто на мертво держит он такой вот очень тянущий тянется такой знаете вот он сам покажу видите он какой он прям такой вот вот но держит классно то есть если в принципе хотите можете попробовать можно и ей так сейчас я вам покажу я уже обезжирила ногти у меня здесь обычная база база между ногтями и вот этими базу смотрите все равно нужно наносить перед тем как вы выберете базу на которую вы будете лепить вот эти типсы все равно на натуральный ноготь налепить и вашу любимую базу обязательно сейчас у меня база нанесена давайте я еще раз на всякий случай обезжирю ничего сложного нет на самом деле вообще это быстрее чем верхней формы намного раза в три наверно и аккуратнее кисточку я беру если а вот я купил эту лампу на алиэкспресс она маленькая первые 15 секунд держу в ней но вы наверняка в блогерах видели кто-то фонариком светит как бы зафиксировали да а потом уже в большую лампу на минуту спокойненько держите потом минуту можете и две подержать если хотите для надежности но я минуту давайте сейчас вам открою вот этот пи перис нейл специально для этого создана она очень густая значит я начинаю с мизинца она прям мега густая прям нереально густая раньше я наносила на сам ноготь сначала ее не суша потом на типс а сейчас я чтобы меньше было затеков я наношу вот как раз здесь уже обрисовано да вот эта линия по нее и захожу сейчас я включу сразу лампочку чтобы у меня она вообще видна и я вот так как бы делаю чтобы не было пузырьков я делаю стык вы можете делать как сказать так не будет удобно просто на камеру я еще не снимала вы можете делать не встык а пропуская там миллиметр можете пол миллиметра где-то секунд десять о господи ты сам исход это прислал секунд десять держите даже больше я подержала как бы зафиксировали смотрим у нас здесь все чистенько если у вас что-то затекло вы можете подправить вот так вот но у меня все хорошо подправить вроде ничего не затекло все ровно да сейчас я на всякий случай что так вот все вот она уже зафиксирована и я ее отправляю на минуту в лампу девочки вот так помощь не сделаю все сушу минуту я посушила потом уже но я вам сейчас покажу ну в принципе вы можете вот так как-то попилить его я из кадра не выхожу то есть как вам надо там без проблем сейчас я не буду этим заниматься давайте чтобы мне не попало сейчас так на эту мы попробовали она прям густенько-густенько но видите аккуратненько так без пузыриков без затеков у вас будут затеки будут пузырьки пока вы там раза три себе наращивание не сделаете так что вы не переживайте с каждым разом это все легче-легче вот это обычная база совершенно не для типсов я уже делала ей все десять ногтей и с ней отходила но с ней у меня она не такая густая видите ей легче но с ней больше пузырей получается то есть потому что она не такая густенькая вот но ей ее легче мазать она такая прям аккуратненькая вот ну будет пузырик значит будет пузырик знаете мне для съемок как-то неудобно на себя я когда без съемок я делаю немножко вот все видите все все закрепляю ой забыл вам включить вот и вот так а мы смотрим что все ровно было раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять секунд пятнадцать нужно чтобы зафиксировалась потом я проверяю но что-то у меня сегодня как-то сильно аккуратно я не знаю почему кисточку макаю в ацетон и убираю вот здесь все лишнее но сегодня у меня как-то как-то в общем то аккуратно получается вот так прохожусь видите и пузыриков то даже и нету и длина хорошая такая получилась не такие длинные как у меня сейчас были мне больше нравится то есть я отрезаю по цифре до середины цифры вот до этого мне нравилось целиком цифру отрезать ну чтобы не спиливать там вот но поняла что для меня коротковато и вот сейчас сейчас я спиливаю до пол цифры но это вы сейчас сами смотрите какую длину вы хотите я вам советую вообще заказать м размер там ничего спиливать не надо это хорошая средняя длина и особо эти особо эти формы не пилит то есть вы уже приклеили и все и покрываете мне приходится чуть-чуть подпилить потому что я их отрезаю да и мне нужно чтобы они были ровные с концов но если вы найдете свой размер который у вас устроит эмку эсэм эсэксэс то вы просто приклеили да побавьте побавьте его обязательно или покройте ацетоном ну просто ацетоном протрите он немножко растворяет эти типсы и наносите базу да любую базу вот прозрачную или камуфля камуфлирующую я люблю вот эту наносить так симпатично нуд 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 базой покрываю ну вот видите я даже тут пилить мне ничего не надо хорошие края просто я вот здесь сделаю поровнее на месте среза а могла бы срезать прямо на пальцах ну это уже как говорится вы для себя смотрите как вам удобно я не мастер по маникюру я посмотрела 100 видео потом попробовала раз попробовала два попробовала три и сделала для себя как бы для меня удобный вариант а вы там сами смотрите будет у вас ступенька не будет у вас ступеньки будете вы обрезать не будете я знаете сколько типс перепробовала мне вот эти подошли мне нравится как у них архитект ну они красивые они прям все удачные мне подошел шаг то есть мне под я подобрала по размеру записала номера сейчас купила эту упаковку мне ее хватит что-то я считала больше двух лет мне от этой упаковки хватит но перед тем как ее заказывать я взяла сначала вот эти вот в пакетиках ой куда я ее делаю в общем в пакетике дешевле там есть и за 100 рублей набор и за 200 рублей доставка бесплатная сначала я попробовала их я с ними походила мне все понравилось я дозаказала коробку потому что как бы ну коробка дороже стоит так что смотрите все сейчас буду все доращивать и покажу вам что у меня в итоге получится ну что девочки я все нарастила приклеила вот видите очень неплохая длина мы все бафим тихонечко чтобы у нас вот эта гладкость ушла и лучше база цепилась да смотрите еще я вам уже говорила что если вы их протрете тем же самым ацетоном ну жидкостью да вот так потрете они немножко помутнеют потому что она его растворяет и тем самым тоже снимает вот эту гладкость значит очень рекомендуют вот сюда нанести базу или топ я делала и базу и топ и так и сяк мне нравится топ база тоже хорошо она заполняет да ну я предпочитаю топ мне больше нравится как он блестит потом какие аккуратные ноготочки с изнанки это делать обязательно ну как бы лучше делать потому что они мягкие ну они не то что мягкие их нужно сделать более поплотнее это я снимаю девочки из кадра выхожу ну чтобы все вот то что я плила бафила чтобы хорошо сейчас лег вовнутрь топ лучше это сделать чтобы они были потверже что ли да потому что они очень такие тоненькие мягенькие классные эластичные да это новое поколение так базу сейчас нанесу я начну с топа я наношу а потом базу этот xml нанесу потому что у меня сейчас дизайн будет не прозра мне не нужна прозрачность ногтей я просто так знаете легко наношу топ и у нас очень во первых будет красивая изнаночка во вторых сами типсы они тем самым укрепляются они становятся еще крепче лучше держатся но они так хорошо держатся главное возьмите свою базу если она у вас каучуковая они у вас будут держаться вот но я вам рекомендую приобрести все таки я считаю надо на специальные вот или базу вот эту вот Paris Nail или вот клей от Born Pretty или клей вот от этой фирмы как типсы так я отправляю на минуту сейчас на минуту отправляю а не знаю потому что у всех ногтевая пластина разная вот на этих точно будет держаться что они прям но в принципе я вот эту луна база делала прекрасно держится она тоже же каучуковая вот есть база не каучуковая с них может отлить они прям отлететь могут но это прям вам очень не повезет если вы ошибетесь с базой но я перед тем как клеить я достала все свои базы у меня их штук наверное 6-7 взяла типсы на них приклеила и пыталась вот так крутила вертела крутила со всей силы и все мои базы подошли все что у меня было и старые и просроченные новые все они подошли для того чтобы держались эти типсы ну если вы боитесь попробуйте да приклеить на типсу на типсу да простую которую на палочке типса вот на нее и приклеите проверив так своим все минута прошла теперь аккуратно изнаночка у нас теперь я нанесу я люблю вот эту базу камуфлирующую такую она такая полупрозрачная ну мне нравится если вы задумали прозрачный дизайн то тогда наносите любую ну вот эту хотя бы топ да любой топ который у вас есть да вот у меня тут от фокси топ любой топ можете наносить я сейчас нанесу такой вот полупрозрачный один слой он не мутный такой не помню не мутный говорю в общем он не плотный полупрозрачная такая база симпатичная она тоже укрепит наши ноготочки и потом на нее делать любой дизайн ну что девочки я закончила вот такая красота получилась ничего сложного завтра я буду снимать маникюр поэтому следующее видео на канале будет уже с дизайном с маникюром показала я вам гелевые типсы все очень легко все очень вообще элементарно этот набор мне очень лично нравится классная коробочка я очень довольна тут очень удачная форма и мой шаг то есть они мне очень подошли вот прям искренне вам советую покопайтесь вот вот у этого продавца там у него вообще и см и см боже все формы да я знаю что все любят миндаль там и миндаль тоже есть и квадрат и в общем все что вашей душе угодно и главное что все размеры от xs до л поэтому девочки прям рекомендую если не хотите сразу тратиться на коробочку возьмите пробный набор за 200 рублей там и за 100 есть и за 200 там 5 пластин 5 пластин это 5 маникюров то есть если я я допустим в месяц сделаю 2 дизайна кто-то ходит месяц с ними но я хожу 2-3 недели но в среднем 2 дизайна в месяц то есть коробку в упаковке в пакетике 5 штук вам хватит на 2 с половиной месяца если вы будете каждые 2 недели делать а если раз в 3 недели то на 3 месяца хватит а вот этой коробке вот это это мне на 2 года наверное ну то есть тут диз очень много в общем девочки советую качественный магазин хорошие ногти с базами вообще тоже никаких проблем выбирайте на любой вкус очень советую конечно я вот эту Paris Nail вот но можете свои базы сделать так что девчонки все показала вроде бы все рассказала все ссылки будут в описании под видео на всякие гильотины что там я вам еще на фрезу я обещала дачу я еще обещала в общем смотрите ссылки если они не сгорели все будет в описании под видео надеюсь я была вам полезна до новых встреч то есть еще пока так пока пока всё Субтитры сделал DimaTorzok